Друзья, мы приветствуем вас! С вами программа «Арт-география». Я ее ведущая Полина Рифа. И наш сегодняшний гость – человек, который в 2020 году получил Строгановскую премию 2019 года за честь и достоинство. Но это только повод для встречи. Наш гость – Юрий Николаевич Лапшин, театральный художник, человек, который проживает такую интенсивную жизнь, что ее, наверное, хватило бы на десятерых. Здравствуйте, Юрий Николаевич! Здравствуйте, Полина! Юрий Николаевич, я вас знаю как человека чрезвычайно смелого. А вы чего-нибудь боитесь в этой жизни? Боюсь одного только – болезни своих родных и близких. Вот этого я боюсь. А то, что касается самого себя, я боюсь ничего. Я ничего не боюсь. Я не оберегаю себя от этого. Не оберегаете себя от жизни? От ударов жизни? Нет. Не подстраиваюсь. А они до сих пор есть? Они до сих пор есть, эти удары? Или вы уже настолько заслуженные, что… Да ну какой я заслуженный? Я нормальный человек. 2020 год объявлен годом победы нашей страны во Второй мировой. Вы родились осенью 41-го года. А как Великое Отечественное вшито в вашу личную биографию? Здорово вшито. Орел был один из первых городов, который был захвачен. Вы родились в Орле? Я родился на дороге. Мои близкие – мама, бабушка и дед – уходили из города. Они не хотели остаться под фашистами и шли куда-то, куда Бог поведет. В какую-то деревню. Там, наверное, можно было переждать что-то. Мама была беременна. Бомбежка была. Ну и, собственно говоря, я появился на свет восьми месяцев в повозке. Давайте поговорим о том, есть ли у вас универсальное правило борьбы со своими обидчиками. Ведь ваше детство, ну такое сознательное, послевоенное детство, оно пришлось на довольно тяжелый период, когда было полным-полно шпаны, и вам наверняка приходилось с ней сталкиваться. Как вы решали эту проблему? Я почему спрашиваю? Потому что сегодня на самом деле эта проблема остается, только она несколько видоизменилась и приняла формы детского буллинга. Мы тоже, взрослые, несем некоторую ответственность за это, потому что слишком заняты иногда зарабатыванием денег, а не воспитанием своих детей, которые часто предоставлены сами себе. Но я, на самом деле, возвращаясь к моему первоначальному вопросу, вот как вы решали свои детские проблемы с обидчиками? Мы все были пацанами. А пацан, он с достоинством должен жить, он должен постоять за себя. Каким образом постоять? Ты хорошо учишься, а он учится плохо, так сказать. Но он учится плохо, но он сильнее тебя. Он тебя может прижать, уничтожить, как угодно, так сказать. Вот эта борьба, это и войной заложено. Интеллигентные ребятки, вот они такие тихие, вот они такие скромные, они книжки читают. Ты что-то не так сказал, не так сделан, так сказать, по... А вы были как раз мальчиком из интеллигентной семьи, насколько я понимаю. А вот я мальчик из интеллигентной семьи, вот мальчик такой, мальчик такой, который очень болезненный, потому что пережить эту войну, да, и остаться здоровым было совершенно невозможно. А надо же хранить честь с молодым. Вот. А каким образом, да, и так наступают первые, да, конфликты между слабыми и сильными. Собственно, я помню первый случай, как мне пришлось постоять для себя, потому что был человек в нашем классе, который днабил всех. И за ним уже была слава определенная, да, там урки, там те-то, 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 и за ним стоит много. Ну, и, короче, он мог любого щелкнуть, любого пихнуть, у любого взять то, что... Ему нравится. Ему нравится, да. Ну, я как-то так решил, думаю, я все-таки поручил. А он небольшого роста. Ну, и, собственно, произошло то, что должно было произойти. Мы пошли чкаться. А чкаться – это значит на кулаках доказать, кто сильнее. Я был настолько свиреп, и мне было так обидно за то, что... И я его побил. Я доказал, что я могу постоять за себя. И друзья мои поняли, что в этом мире приходится... Отстаивать себя. Отстаивать себя. У нас был великолепный преподаватель Василий Тарасович Пологов. Он войну прошел, так сказать. Он умел все. Он был чудьярец в публиканской категории по футболу. Он был простым преподавателем физкультуры. У нас работали секции легкой атлетики, баскетбола, бокса, гимнастики. Это в обычной школе. И мы воспитывались как победители. Это время, послепобедное, так сказать, когда человек должен был все время преодолевать себя и побеждать, 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 побеждать. Быть сильным. И потом это мне очень здорово помогло. То, что я занимался спортом серьезно, достаточно долго. Давайте, на самом деле, обратимся к ключевой теме нашего разговора. Как вы стали театральным художником? В этом есть логика или это, скорее, случайность? И да, и нет. Значит, первое соприкосновение с театром. Отец, полупрофессиональный художник. Ну, я его считаю настоящим художником и учителем. Сделал мне вот такой большой ящик, в котором была одновременно и ширма, и аксценический портал. И куклы плоские из спектакля «Кошкин дом». По маршаку так. Подарил он мне в какой-то из праздников эту историю. Меня это потрясло. Это плоские куклы на палочках. Я становлюсь кукловодом в этом театре, да? И собираются люди во дворе смотреть, что я буду делать. Я до сих пор помню. Все. Тили-тили-тили-бом. Загорелся Кошкин дом. Савин Киризный. И я один за всех разыгрываю этот спектакль. Первые мои занятия, которые были связаны с выразительным искусством, это с отцом. Варля огромное количество школ, в которых он работал одновременно, чтобы что-то заработать. А дома он вшал ложенки на красном материале. А я углы заправлял у этих букв. Я поступил на художественно-графический факультет Рождественного государственного педагогического института, в котором были блестящие преподаватели. Многие из них вернулись с фронта. Но в театр вы не собирались? В театр я не собирался. Я хотел быть монументалистом. Я заканчиваю институт, что делать, куда. И узнаю случайно, что в театре кукол в Орловске требуется главный художник. И ни сном, ни духом, по большому счету, этой профессии, мальчик с монументальными наклонностями. Ему 22 года. Идет туда. В центре вашей мастерской фотография женщины, с которой вы прожили всю свою жизнь, вашей жены. Это человек, которому вы до сих пор сохраняете трепетные отношения, что в нашей жизни, к сожалению, скорее исключение. А как вы поймали свою синюю птицу? И тут опять спорт. Театр кукол, двор. Орел. Орел. Мы с Блынским, актер был такой, вышли в футбол поиграть, попинать мяч. После работы. И вдруг идет какая-то девчонка, пса в красном. Я спрашиваю, что, кто это? А, говорит, дочка Михайловича Булавка. А Булавка – это бутафор, актер, с которым я работаю в верхнем цехе. Я беру мяч и попадаю в нее, так сказать. Я попадаю мячом, я попал. Я попал в десятку, скажем так. Через какое-то время Вера устроилась в этот театр. И там начался наш бурный роман, который через всю жизнь проходил. И до сих пор она… Ближе человека у меня нет. Ну, на мой взгляд, очень мало таких женщин. Вот как она, как она может быть преданной. Как она предана не только мне. Она предана сыну своему, Дмитрию. Она предана внуку. Она предана огромному количеству людей, которые рядом, так сказать. И первое, что она должна – ей помочь надо. Вот помочь другому. И она не понимает, как теперь очень многие живут совершенно по-другому. Когда это отбегается. И это есть и среди родных, близких. Так часто бывает, к сожалению. Мне повезло с ней. То есть я возьму на себя смелость предположить, что она такой позвоночник семьи. – Наверное, да. Конечно. Это очень хорошее определение. Это очень хорошее. Она могла ведь отказываться от многого, так сказать. Да? Ради того, чтобы было мне интереснее. Она талантливая актриса. Она могла добиться очень многого в этом. Но было столько обстоятельств, которые отодвигали это. – Нужно было выбирать свое время, да, наверное? – Мы прошли очень сложный путь вместе с ней. Это и ранняя смерть дочки, которой было год и один месяц. Вера была еще практически совсем девчонкой. Потерять ребенка в таком возрасте – это трудно. Это очень трудно. И когда я уехал из Орла, она же поехала за мной, потом поехала в Сибирь, в этот город Прокопьевск, в театр Ленинского комсомола Кузбасса, где я по-настоящему стал театральным художником. Я понял все, что касается тебя. Она приехала туда. Ну, такая декабристка. И она все время была рядом. Все время. Все время. В любых обстоятельствах. Вы получили Строгановскую премию за честь и достоинство. Вот в нашем мире эти слова, они, ну, если честно, мне кажется, для многих из нас это просто какая-то цитата из рыцарского романа. Честь и достоинство. Скажите, пожалуйста, а вот для вас они имеют какой-то реальный вес? Реальное значение? Наверное, все-таки. Это ответственность перед собой. Если ты говоришь, что это ты сделаешь, ты это сделаешь, как бы тебе трудно не было. Ну, каждый человек, в общем-то, скорее всего, должен стремиться к этому. Пообещал – сделал. Не продал другого. Вы в нашем городе организовали фестиваль «Ледовые снежные скульптуры». Это было, кажется, в 90-х годах, да? Да, да. А наш город ведь долгое время остался закрытым. Вот насколько это был такой трудоемкий, интересный проект, который вы смогли осуществить, наверное, в такое не очень простое время? У меня выставка первая была в Сиэтле. И я встречаюсь в том числе и с Кеном Колорадо на этой выставке. Кен Колорадо в то время очень известнейший канадско-американский скульптор, который занимался и снегом, и льдом. И через несколько месяцев мы сделали этот фестиваль. Это было две команды американских, и две были русские команды. А потом вся эта история разнослась до невероятных размеров. Первые американцы жили у нас дома. Ну, то есть это был подвиг. И я помню вот этот фурор, который был в парке Горького, когда шли толпы народа. Я продирался через это. Ничего невозможного нет. Можно сделать всё. Денег нет, транспорта нет, технических. А ты сделай. Вот это и есть как бы вот все время вот то, что это тот самый кураж. Это вот та самая возможность преодоления невозможного. Вот. И мне это жутко нравится. Обычно в финале нашей беседы мы своих гостей просим пожелать нам и нашим зрителям что-то такое, что кажется нашим гостям самим важным. Вот вы с высоты вашего опыта, Юрий Николаевич, быть может, ближе к истине, чем все мы может быть. Работу надо работать хорошо. Вот главная для меня вот фраза. А работу надо работать хорошо. Будьте творческая работа. Да какая угодно такая. Без работы ты дурак. Просто так. Ну, просто невозможно настолько серьезно об этом говорить, так сказать. И вообще надо жить открыто. Надо жить неправильно подчас. И только вот это дает возможность, да, эту систему сделать лучше.